На благоустройство памятника героями с краевого бюджета выделили 10 миллионов рублей. Работу провели обширную. Установили подпорные стены, положили тротуарную плитку, выполнили облицовку стен мрамором и гранитом. Появились и новые плиты с гравировкой. На камнях высечены фамилии погибших в годы Великой Отечественной войны. Братская могила является объектом культурного наследия. Для жителей это знаковое место, потому что сюда приходят, юно-армейцы приходят, и на все памятные даты сюда приходит население, возлагаются цветы. Жители Лазаревска очень благодарны, и администрации благодарны тем, кто занимается реконструкцией, и принимает участие для того, чтобы сохранить память погибшим воинам. В отдаленном районе поселка Лазаревская построили детскую площадку. Это единственная игровая зона на ближайшие кварталы, где проживает около полусотни детей. Появилась она на улице Изумрудной с учетом мнений и пожеланий жителей района. На наши просьбы откликается, когда жители обращаются. Они не забывают о нас. Мы, конечно, находимся далековато от центра, но мы не ожидали, что так быстро и так оперативно сработает. Два морских конька теперь встречают гостей на въезде микрорайон Лазаревская со стороны Туапсе. Малую архитектурную форму украсили зелеными насаждениями и ночной художественной подсветкой. Отдыхающие жители, въезжающие в Лазаревскую, видят хорошую стелу, которая находится у нас на перекрестке двух дорог – улица Победы и улица Лазарева. Сразу другое представление о нашем квартале. В рамках благоустройства районов приоритет ставят территории общего пользования. За 2021 год был обустроен 41 объект, в том числе детские спортивные площадки. Отремонтировано 15 дорог. В ближайших планах благоустроят территорию аула Большой Кичмай и детскую поликлинику по улице Лазарева. Попали уже в список территорий, которые будут выставлены на голосование в рамках краевой программы с современной комфортной средой городской. У нас на постоянной обстановке проходят кронирование деревьев, то есть масштабные зачистки территорий, то есть реки. У нас прошли две реконструкции гидротехнических сооружений – это микрорайон Солоняки и микрорайон Макапсе. Кроме того, в план благоустройства в рамках программы формирования современной городской среды включена и набережная реки Псизоопсе. Юлия Хрусталькова, Дмитрий Петрий. Время новостей.